здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги с вами светлана соколова вы на моем канале и добро пожаловать как-то в одном из своих видео я вам показала вот такие гель-лаки торговые марки на элко это однофазные гель-лаки для них не нужна база и не нужен финиш на коробочке полная инструкция как использовать этот материал все подробно написано у меня 5 вот таких ярких насыщенных цвета сейчас сделаю выкраску и покажу вам как они выглядят на палитре номер 144 текстура достаточно кремовая но просится второй слой нанесу второй слой второй слой ложится более плотно есть небольшие частички вкрапления блесточек очень и очень деликатных высушил в лампе следующий номер 172 классический красный тоже требует второй слой нанесу второй слой номер 151 ярко-розовый цвет ближе к фуксии нанесу второй слой номер 180 такой розово-персиковый цвет просится второй слой обязательно нанесу второй слой но уже на втором слое выглядит точно так же как пузырьки кстати на видео он бледнее чем в реальности и еще один 154 синий цвет за 30 секунд высох вообще не липнет нанесу второй слой думаю что этого цвета нужно наносить три слоя высушу в лампе ну что дорогие коллеги вердикт что я могу сказать я обещала честный и правдивый отзыв о этих гель-лаках то что он три в одном это клёво особенно для тех кто не любит наносить базу и не любит наносить финиш и скорее всего эти гель-лаки подойдут для тех кто любит за своими ноготочками ухаживать домашних условиях не нужно возиться с дополнительными какими-то жидкостями как вы видели укрывная способность этих гель-лаков достаточно средняя несмотря на то что они кремовые несмотря на то что они вроде бы плотненькие но наносятся в первый слой очень-очень жиденько и как я заметила даже вот эти пять флакончиков имеют разную консистенцию какие-то погуще вот этот вообще жиденький так что не знаю какие все остальные но вот здесь так что касаемо носкости и выносливости производитель обещает нам 30 дней но не знаю 3 насчет 30 дней и скажу вам честно и откровенно вот просто каюсь перед вами всеми я не смогла их протестировать так как их предлагает носить производитель без базы и без финиша и не потому что они там я не знаю как они себя ведут а потому что у меня фобия у меня мания и у меня инерция или не знаю как назвать я хватаю базовый гель и уже когда нанесла базовый гель очнулась что его не нужно для этого гель-лака то есть у меня все это происходит на автомате я обязательно наношу базу и на нашу финиш для чего базовое покрытие давайте мы с вами разберемся сами гель-лаки которые особенно предлагаются три в одном они не вредят ногтевой пластине в плане того что не не окрашивает поэтому переживать о том что базы нет для этих гель-лаков не стоит ногтевая пластина не окраситься у многих клиентов которые приходят очень очень ослабленные ноготочки и хочется их уплотнить и уплотняем мы обычно базовым гелем и обычно это бывает даже два слоя еще некоторые ноготочки бывают не очень ровные по рельефу где-то бугорочки где-то ямочки то есть родная ногтевая пластина редко у кого растет идеальная когда цвета вот такие плотные насыщенные и темные то все эти изъяны будут видно поэтому для чего наношу лично базу я во первых для того чтобы сгладить все неровности ногтевой пластины до базовый гель он служит для сцепки материала с натуральным ногтем но в данном случае все необходимые компоненты для сцепки с натуральным ногтем здесь уже есть но все равно базу наношу для того чтобы выровнять визуально ногтевую пластину чтобы не было никаких бугорков ямочек и каких-то неровностей вторая причина по которой я все-таки наношу гель базу это то что я не размачиваю гели и как понимаете я вам не могу сказать как они размачиваются я гель-лаки все спиливаю поэтому мне нужна база чтобы не повреждать родной ноготок и вы можете конечно же на меня рассердиться обидится что я протестировала эти гель-лаки не должным образом у меня рука постоянно тянулась к базе у меня рука постоянно тянулась к финишу финиш нужен для того чтобы ноготочки были глянцевыми и не вымывался цвет у меня хорошие финиши с уэф фильтрами и эти уэф фильтры помогают защитить гель-лак от выгорания от выцветания от вымывания цвета поэтому также моя рука тянулась автоматически к финишу поэтому я для этих гель-лаков использовала и базу и финиш поэтому тестирование моё не на сто процентов настоящие и сейчас вы меня будете спрашивать что это за такая волшебная база у меня я уже говорил об этом и сейчас вам покажу две отличные базы которые я очень очень люблю это база от mozart house для гель-лаков и для гель-лаков формула профи на сайте формулы профи есть только две гель-базы 1 для твердых гели 1 для гель-лаков пробел производителя в том что не подписаны какие из них базы для гель-лака вот просто написано гель-база и точно также написано для твердых гели и очень трудно понять какая база для какого материала я подписала фломастером но по коду можно посмотреть вот этот код для гель-лака если вы будете заказывать обращайте внимание на код все мои образцы высохли действительно липкого слоя нет высыхают они моей си сейфы лампе ровно за 30 секунд но мне все-таки хочется еще добавить глянца поэтому рука тянется финишу вот такой у меня был для вас обзор гель-лаков торговой марки на элко ссылочка на этот интернет магазин будет как всегда под видео я повторюсь что я никому не навязываю и никого не заставляю ничего приобретать поэтому вы сами решайте вы можете как я на пробу взять парочку для того чтобы самим протестировать и на самый распространенный вопрос который вы мне задаете какой выбрать самый лучший гель-лак вам отвечу тот который нравится вам потому что то что нравится мне тем с чем я люблю и умею работать не факт что понравится вам поэтому совет дело неблагодарное так что ищите для себя идеальный материал а я буду с вами прощаться увидимся в следующих видео с вами была светлана соколова пока пока